Роутеры для беспроводной связи Немного меньше Маршрутизатор работает по двум частотам 2,4 и 5 ГГц Преимущество первого диапазона в лучшем прохождении сигнала через препятствия, что заметно в многокомнатной квартире или в двухэтажном доме Однако на этой частоте работает множество беспроводных, мобильных и бытовых устройств, создавая друг другу помехи С подключением новых устройств скорость снижается для каждого из них На частоте 2,4 ГГц скорость больше 150 Мбит в секунду может получить только то устройство, у которого несколько приемников Но такое встречается редко Диапазон в 5 ГГц используется только сетями Wi-Fi, что значительно снижает количество помех Данный диапазон обеспечивает высокую скорость, но сигнал плохо проходит сквозь стены К тому же не все устройства могут работать на этой частоте Почти все маршрутизаторы с диапазоном 5 ГГц могут одновременно работать и с диапазоном 2,4 ГГц Базовая скорость в проводном соединении выше 100 Мбит в секунду важна, если необходим высокоскоростной обмен информации между клиентами внутри локальной сети или если провайдер обеспечивает более высокую скорость Чем больше мощность передатчика, тем дальше распространяется сигнал Однако сигнал идет не только от роутера к клиенту, но и в обратном направлении, а мощность ноутбуков, смартфонов и компьютеров всегда ограничена Поэтому гнаться за этим показателем не обязательно, если в квартире где-то будет недоставать Wi-Fi, то можно приобрести к роутеру усилитель сигнала У маршрутизатора с внутренними антеннами, как правило, зона покрытия небольшая, но при этом устройство более компактно, так как нет выпирающих частей Внешние антенны подходят для больших помещений, особенно если в них присутствуют стены Если антенны съемные, то в дальнейшем их можно заменить на другие антенны с иным коэффициентом усиления Коэффициент усиления антенны зависит от того, как именно будет передаваться сигнал Например, при круговых антеннах сигнал усиливается по сторонам антенны, но ослабевает выше и ниже роутера А при направленных антеннах усиление происходит только по оси усиления антенны Для домашних условий в квартире достаточно коэффициента от 2 до 5 dBi Для передачи сигнала на расстояние от 5 до 20 метров рекомендуется коэффициент от 5 dBi Но чем выше коэффициент усиления, тем более узконаправленным становится сигнал Для нескольких этажей лучший коэффициент близкий к одному или роутер с несколькими антеннами в разном положении Распространение сигнала сильно зависит от расположения роутера Наилучшим решением является установка его в центре помещения или в том месте, где сигнал наиболее необходим LAN-порты обеспечивают проводное соединение с устройствами Подключение по кабелю является самым надежным и подходит для стационарных устройств Порт USB предназначается для подключения внешних накопителей и принтера Чтобы его могли совместно использовать все клиенты сети, при условии, что заявлена функция Print Server Дополнительно USB могут обладать функцией DLNA-сервера, который позволяет передавать медиафайлы различным устройствам, если они подключены к Wi-Fi Также появляется возможность создавать сервер FTP для получения доступа к личной информации через глобальную сеть Через USB-разъем можно подключить USB-модем для дополнительного выхода в интернет Это может понадобиться, например, на даче, где отсутствует проводной интернет Маршрутизаторы 3G и 4G работают от сетей мобильных операторов, поэтому им необходимы SIM-карты Большинство таких устройств компактны, поэтому отлично подходят для портативного использования Сеть 4G обеспечивает более высокую скорость соединения, но не везде еще доступна Одним из способов проверить покрытие региона – зайти на сервис «Качество связи» от Минкомсвязи России От максимального числа соединений зависит, сколько устройств может подключиться к роутеру Но даже самый слабый маршрутизатор может подключить не менее 8 гаджетов Некоторые 3G и 4G маршрутизаторы работают от аккумулятора, поэтому важно смотреть на показатель приблизительной работы устройства на одном заряде Чем больше устройств подключено к маршрутизатору, тем быстрее он будет разряжаться Некоторые модели можно использовать в качестве портативного аккумулятора, подключая к нему устройство через разъем USB Еще одним видом маршрутизаторов является Меш-маршрутизаторы При такой технологии несколько модулей объединяются в одну сеть с одним именем Переключение с одного модуля на другой происходит автоматически Благодаря такой технологии можно обеспечить сетью большую территорию и избавиться от мертвых зон А настройка проходит очень легко и быстро В случае необходимости можно просто добавить еще один модуль Теперь вы можете подобрать нужный именно вам маршрутизатор С вами был ДНС До встречи!